В эфире телеканал РБК Уфа. Новости Башкортостана. В студии Максим Окунев. Здравствуйте. Ни одного из пассажиров, прилетевших в эти дни из Китая в Уфу, коронавирус не подтвердился. Об этом сегодня заявил заместитель главного санитарного врача Башкортостана на заседании оперативного штаба в правительстве. По словам Александра Жеребцова, 3 февраля сотрудники санитарно-карантинного пункта регионального управления Роспотребнадзора приняли последний авиарейс из китайского города Санья. Все 368 пассажиров, среди которых 120 жителей республики, прошли двойную термометрию. Граждан с повышенной температурой и симптомами ОРВИ на борту не зафиксировали. Совместно с Республиканским центром гигиены и эпидемиологии специалисты провели лабораторное обследование всех прибывших. Всего с нарастающим итогом с 30 января проведен осмотр 716 человек, вернувшихся из КНР, из них граждане республики 331. Три гражданина Латвии и Португалии. Остальные жители иных субъектов Российской Федерации. На момент контроля лиц температуры и симптомы ОРВИ не выявлены, обследовано всего 662 человека. За пассажирами рейсов Санья-Уфа организовано активное медицинское наблюдение в медицинских организациях по месту жительства. Ну и как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, на территории республики зарегистрировано 25 случаев ОРВИ у граждан, прибывших из Китая, из них 15 у финцев. В регионе профилактические мероприятия продолжаются. На данный момент в Китае зафиксировано более 24-300 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Жертвами китайской пневмонии стал уже 491 человек. Еще 3 219 находятся в тяжелом состоянии. Кроме КНР, случаи заболевания выявлены в 24 странах мира, в том числе два подтвержденных факта в России, в Забайкалье и Тюменской области. Продолжение следует... Просит дополнительно профинансировать приобретение техники на 190 миллионов рублей. Общая площадь нового корпуса 20 тысяч квадратных метров. В нем одновременно могут находиться 240 пациентов стационара. Поликлиника будет принимать до 450 жителей в сутки. Это существенно разгрузит уже действующий корпус, где полностью организует операционный блок. Возможность разгрузить наше приемно-диагностическое отделение, наше поликлиническое отделение, которое расположено сейчас на первом этаже, в приспособленном здании, недостаточной пропускной способностью, с недостаточным количеством кабинетов, что вызывает недовольство как пациентов, так и врачей, с отсутствием вентиляции и так далее. А вот бассейн в Инорсе на улице Тухвата-Янаби после инспекции Андрея Назарова все-таки сдали в эксплуатацию республики. Он обошелся в 134 миллиона рублей. Еще 16 миллионов выделила Москва в рамках федеральной программы. Решили там, где в муниципальных образованиях нет бассейнов до 2024 года, еще 16 бассейнов построить. Плавание всегда считается одним из самых полезных видов спорта, потому что у многих проблем и у школьников, и искривление позвоночника, и другие проблемы из-за того, что сидя все занятия проходят, а в общем-то как раз плавание дает возможность и восстанавливать силы, а в общем-то кто профессионально занимается достигать нужных результатов. Ну и кроме бассейна на 25 метров длиной здесь есть спортивный и тренажерный залы, а также сауна в центре спортивного плавания будут готовить к российским и международным соревнованиям. Начинающие фермеры Башкортостана могут получить гранты до 5 миллионов рублей. О мерах поддержки на форуме дома студентам рассказал заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Руководитель ведомства подчеркнул, что АПК республики остро нуждается в молодых специалистах. Для поддержки выпускников профильных вузов в Башкортостане выплачиваются подъемные в размере 500 тысяч рублей. Желающим же переехать в село компенсируют до 70% стоимости квартиры. Как отметил Ильшат Фазрахманов, АПК республики еще есть куда расти. Многие отраслевые программы приняты до 2030 года. Одно из перспективных направлений развития интернет-площадок, торгующих продукцией напрямую от производителя. Мы даем возможность молодым людям создать фермерские хозяйства, создавать именно продукты питания. Один миллиард рублей выделяется ежегодно на как раз на грантовую поддержку. Это агро-стартапы, начинающие фермеры и так далее. Поэтому возможности в нашей республике есть. В конгресс-холле Таратау в рамках форума ДОМА работали 12 тематических площадок. Студенты получили возможность напрямую задать вопросы вице-премьерам правительства и министрам, узнать о вакансиях на рынке труда, мерах поддержки молодых специалистов и выпускников вузов. Жители Башкортостана оказались самыми активными участниками всероссийского профессионального конкурса «Мастера гостеприимства». Из республики было прислано рекордное количество заявок – более 3000, а в полуфинал предварительно прошли 70 человек. По стране это третье место, немного опережает Краснодарский край, лидером стала Москва – 90 человек. Успешно завершили второй дистанционный этап конкурса – 1500 конкурсантов. Как рассказали организаторы, средний возраст участников – 34 года. Из них треть – женщины. Теперь потенциальным полуфиналистам необходимо до 10 февраля представить свой проект, относящийся к индустрии гостеприимства. Жюри отберет 1120 человек, которые продолжат борьбу в полуфинале. Это будет уже очный этап, который пройдет в 9 городах, в том числе Уфе с 11 по 13 марта. 200 лучших участников встретятся в апреле на финальном туре. Что хотелось бы пожелать, наверное, в первую очередь. Не бояться проявлять весь свой креатив, не бояться демонстрировать свой опыт. Ну и быть дружелюбным – это самое главное качество для тех, кто участвует в полуфиналах и вообще работает в отрасли индустрии гостеприимства. Ну вот победителями конкурса станут 50 специалистов. Их наставниками будут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства. Лучшие проекты поддержат и реализуют в регионах России. Все финалисты могут получить приглашение на стажировку в органы власти, ведущие организации и компании. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Уфа.